Посмотрел Шан-Чи, и хер знает откуда кольца. И вы не поверите, но в целом сносный фильм. У него есть масса проблем. Но если знать, на что идешь, то посмотреть можно. Наливайте чай, давайте разбираться, как там Дисней окучивает азиатский рынок. Я очень люблю Шрека, поэтому заказал себе вот такую футболку на все майкиру. Она, кстати, очень качественная. И печать, и сама хлопковая футболка. Так что можете смело заказывать такую же. Ну а для занятий спортом на осень я утеплился и взял ветровку с другим моим любимым сериалом. Теорией большого взрыва. Зацените, какой клевый и яркий принт. Тут есть все, что надо. Капюшон, фиксатор, карманы. В общем, все для комфорта. Если вы не в курсе, у них на сайте огромный каталог одежды и принтов на любую тему. Музыка, спорт, кино, все, что хотите. Осталось только зайти и выбрать. От меня вас традиционно ждет большая скидка по промокоду в описании. Думаю, большинство российских зрителей впервые услышали про Шан-Чи совсем недавно, когда Дисней и Марвел уже вовсю продвигали проект. Однако первые попытки экранизировать комиксы про этого супергероя предпринимались еще в прошлом веке. Образ Шан-Чи создал художник Пол Гуэйси, который вдохновлялся Брюсом Ли. Еще в 80-х годах патриарх Марвел Стэн Ли обсуждал экранизацию с женой Брюса Линдой и его сыном. Стэн хотел, чтобы Брэндон Ли сыграл Шан-Чи в фильме или телесериале. Неизвестно, насколько серьезны были намерения Стэна, но Брэндон Ли погиб на съемках Ворона в 93-м году и об этой идее забыли. В начале нулевых студия DreamWorks попыталась запустить в производство свою экранизацию, но она тоже забуксовала и права на героя вернулись к Марвел. Еще в 2005 году студийные боссы говорили, что Шан-Чи входит в список персонажей, по которым будут сниматься фильмы. Но после запуска киновселенной про китайского мастера боевых искусств опять забыли. Основательно за дело взялись только в конце десятых и уже под эгидой Диснея. В 2000-х корпорация приняла новую стратегию агрессивного проникновения на зарубежные рынки. По большей части Дисней просто берет под свое крыло местных киноделов, которые сами производят и выпускают продукцию на своих национальных рынках под логотипом известной компании. В нашей стране ярким примером такого сотрудничества стала франшиза «Последний богатырь». Ты не клонный, Руслан, а? Не сильно. Такую же политику Дисней ведет во многих странах мира, но среди них резко выделяется Китай. К нему отношения особые. Причины банальные. Условный миллиард платежеспособных китайцев – это самый большой кинорынок мира. Все большие американские студии так или иначе заигрывали с этой аудиторией. Но Дисней пробивает эту тему давно и обстоятельно. Ну а когда на волне расовой повестки взлетела «Чёрная пантера», стало понятно. В ближайшие годы кино с претензией на разнообразие будет в тренде во всех жанрах, в том числе и в супергеройке. Так что дальше откладывать азиатский кинокомикс не было смысла. В активную фазу разработка вступила в 2018-м, как раз после успеха «Чёрной пантеры». Само собой, состав съемочной группы привели в соответствие требованиям репрезентативности. Режиссёром ленты назначили Дестина Дэниела Креттона. Ранее он ставил фильмы «Стеклянный замок» и «Просто помиловать», но опыта работы с дорогими блокбастерами у него ещё не было. Основным сценаристом был Дэйв Каллахэн, работавший над «Неудержимыми», сиквелом «Чудо-женщины» и недавней «Смертельной битвой». Каст на 99% состоит из актёров азиатского происхождения. Из знакомых лиц только эпизодическое мелькание Бенедикта Вонга и Мишель Ео. Издавна. Десять колец давали нашему роду силу и власть. В центре сюжета молодой китаец по имени Шан-Чи, который живёт в США и работает обслугой. Прошу заметить, обслуживает он исключительно богатых азиатов, а не каких-то там расистов. Но с американской мечтой у него как-то не задаётся. Герою приходится вернуться в Китай, чтобы разрулить семейные дела и остановить могущественного отца, который владеет силой Десяти Колец. Всё началось с отливки Великих Колец. Ой, это другая история. Здесь о предпосылках возникновения этих колец нам вообще ничего не расскажут, потому что... То, что похуй! Нет, потому что смотрите следующие фильмы Марвел. В сиквеле или кроссовере вам всё объяснят. Спасибо. Кризис Иди никуда не ушёл. За сноу сюжета авторы снова взяли семейную драму. Жили-были папа, мама, сын да доча. Жили-не тужили, но внезапно мама отдала концы. Это запустило распад семьи. Психологические травмы, взаимные обиды и претензии. Вот главные внутренние проблемы героев, с которыми они будут разбираться весь фильм. Нельзя отворачиваться от семьи. Да заебали, блядь! Правда, за счёт полноценного ориджина на каком-то низменном эмоциональном уровне история всё-таки работает, в отличие от той же Чёрной Вдовы. Там нам просто предлагали поверить в близкие отношения совершенно чужих людей, которые не виделись лет 20. В Шан-Чи зрителя протаскивают через детство и юность главного героя, обозначая конфликт и показывая тяготы его становления. Это не освобождает фильм от проблем, но рождает какую-никакую эмпатию. Теперь ты доволен? Если у вас получится зацепиться за эту соломинку, то в целом фильм смотреть можно, особенно с учётом неплохой режиссуры. Впервые за долгое время в киновселенной Марвел наблюдаются слабенькие дуновения свежего ветра. На чувство новизны работает азиатский антураж, над которым неплохо поработали художники, постановщики, хореографы и сам режиссёр. Сразу предупреждаю, завышать свои ожидания не стоит. Это не азиатское кино, это американская фантазия по мотивам. Нам всем хорошо знаком этот подход, когда культурный код и реальное погружение в тему заменяются кондовыми стереотипами. Нужно снять кино про Африку? Нам потребуется копия, соломенные юбки и мужики с блюдцем в губе. Нужно показать русских? Доставайте водку и бородатых зэков с партаками во всю грудь. Снимаем кино про китайских мастеров боевых искусств? Так, нам срочно нужен дракон, бамбуковый лес и летающие азиаты. Короче, на погружение в тему и культурное обогащение не надейтесь, тут вам не пиксаровский мультфильм. Но это не помешало авторам создать привлекательную картинку и захватывающий экшен. Режиссёр черпал вдохновение в таких фильмах, как «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон», «Ипман» и «Дом летающих кинжалов», а также в ранней фильмографии Джеки Чана. Чтобы соединить неземную воздушную боёвку из китайской классики с динамичным цирковым мордобоем, создатели позвали координатора Брэда Аллана. Он с детства изучал различные виды боевых искусств. В конце 90-х был членом каскадёрской команды самого Джеки Чана, а потом стал постановщиком боевых сцен в Голливуде. Думаю, его вклад в конечный результат был очень существенным. Боёвка в Шан-Чи вышла действительно очень приятная. При полном отсутствии жёсткого насилия и кровищи, драки способны захватить внимание даже искушённого зрителя. Уж поверьте, я регулярно смотрю самые разные фильмы, и, как правило, экшен в них однообразный и скучный. Ну а здесь и небольшое трюкачество в стиле Джеки Чана есть, и красивые поединки в духе китайской классики, когда драка больше похожа на плавный танец с оточенными до мелочей движениями. Некоторые поединки авторы даже смогли наделить сюжетной значимостью, раскрывая через них героев и характер их взаимоотношений. В одном из боёв прям чувствуется слияние Инь и Ян. Вот это действительно круто. Если экшен местами реально тащит, то с атмосферой и антуражем всё не так однозначно. В целом фильм вышел красочным и красивым, но слабых мест хватает. То графон мыльный, то стереотипы глаз режут. Особенно это заметно в волшебной деревне, в которую герои попадают по сюжету. Все уже привыкли, что в Марвел скандинавские боги уживаются с говорящими енотами, а какие-то африканцы с копьями конкурируют с компанией Тони Старка в сфере технологий. Но полное отсутствие законов и каких-то рамок – это тоже крайность. Верить в происходящее и так давно не получается, а они всё накидывают и накидывают. Теперь в этой киновселенной существует ещё и китайское зазеркалье с мифическими зверюшками, волшебными драконами и пряничными деревеньками, которые застроены стереотипными пагодами. И ладно бы нам это просто показали, хрен с ним мир получился красивым и радует глаз, так нет же! Авторы умудрились вкорячить туда такую конченую рекламную интеграцию, чем напрочь разрушили целостность восприятия. Вы не поверите, но когда героям нужно попасть в этот волшебный мир, они 5 минут едут туда, на тюнингованной бэхе. И вот вы смотрите на эти магические пейзажи, вокруг летают птицы феникс и бегают в какие-то усатые аналоги китайских единорогов, а герои тем временем наваливают на бэхе через заросли бамбука и всю эту красоту. И оператор при смене планов несколько раз услужливо тычет значком BMW прямо вам в ебальник. Серьезно, блять, вы не могли запихнуть рекламу автоконцерна в другую сцену, где-нибудь в мегаполисе, чтобы переход героев в магическое средневековое фэнтези выглядел более органично? Это смотрелось примерно так же, как если бы за хоббитами во Властелине колец вместо орлов прилетел бы американский Боинг Чинук. Вся сцена путешествия героев на тачке это прям адский китч, бездарная стыдоба. Но в остальном режиссура и работа художников-постановщиков меня больше порадовала. Шан-Чи смотрится интереснее последних фильмов Marvel. Я рад, что не ошибся. Правда, он мог получиться куда более крепким и цельным, если бы был нормально расписан сценарий. Фильму можно простить стереотипы, вторичность и очередную эксплуатацию семейной темы. В конце концов, это вещи, которые близки и понятны людям любых культур, взглядов и возрастов. Но невозможно игнорировать ситуацию, когда самые нелогичные и непоследовательные персонажи, главный герой и его антагонист. К Шан-Чи и его взаимоотношениям с другими членами семьи есть большие вопросы. Сценаристы должным образом не отработали мотивацию в ключевых моментах его биографии. Почему он бросил сестру и сбежал, хотя он выполнил задание отца и ему нечего было бояться? Понятно, что авторы хотели показать. Герой был сломлен и бежал от своих темных сторон и прошлого. Но он как бы дал обещание маленькой сестре, которая просила его не бросать, и ему ничего не угрожало. Так почему он просто забил на родного человека? Объяснение, предложенное сценаристами, выглядит невнятно и неубедительно. Опять же, почему он даже не пытается поговорить с отцом и переубедить его, а сразу рубит с плеча и прямым текстом заявляет «Я убью его». Ну, знаете, это азиатская сдержанность и мудрость. Почему сам отец регулярно ведёт себя как идиот? Он вроде как прожил тысячи лет, властвовал и повелевал, свергал правительство, навидал со всякого и обрёл какую-то житейскую мудрость. К тому же, впервые за долгое время в киновселенной Марвел появился неоднозначный злодей. В нём есть светлые пятна. Да и вообще, всеми его действиями в фильме движет в первую очередь любовь к жене. Тогда какого хрена этот мудрёный опытом и могущественный мужик, как дурачок ведётся на тупишую разводку, ради которой он с покерфейсом готов переступить через собственных детей? Весь фильм нам показывает, что у них в семье были сложные отношения, но при этом они никогда не были врагами и всё время испытывали друг другу тёплые чувства. Тогда какого хрена они даже не пытаются поговорить друг с другом нормально? Ответ банальный. Авторы просто не дожали конфликт на уровне сценария, поэтому внутри семейной разборки отдают идиотизмом и сквозят неразрешёнными логическими противоречиями. Ты ведь преступник. Кровавый убийца. Не смей так разговаривать со мной. Вторая большая проблема фильма – это абсолютно ведомый и безинициативный главный герой. В экспозиции Шан-Чи преподносится как сдержанный, уверенный в себе молодой человек, который несёт ответственность за свою жизнь и сам принимает решения. Но на деле все самостоятельные решения заканчиваются в самом начале, когда герой решает разобраться со своим прошлым и едет в Макао. Да и этот расклад оказывается полностью спланирован злодеем. Ну а дальше проблемы расцветают буйным цветом. Шан-Чи попросту теряет контроль над своей судьбой. Не герой влияет на историю, а история и её рояли в кустах управляют героем. Это означает лишь одно. Кукловоды-сценаристы жёстко спалились вместе со своими ниточками, за которые они дёргают персонажей. Если зритель постоянно чувствует чьё-то присутствие и влияние извне, то ни о какой магии кино не может быть и речи. Такому кино веры нет. Все точки действия, все ключевые сюжетные повороты в Шан-Чи являются следствием невероятного стечения удачных обстоятельств. Безо всяких причин заставляют драться в подпольном клубе? Ну ок. Зато я в первом же бою чисто случайно встречу свою сестру, которую не видел много лет. Посадили под стражу в пещеру? Не беда! Рядом, как нельзя кстати, обнаружится сеть подземных ходов и персонаж, умеющий ломать стены. Обосраться как удобно. Нужно проникнуть в магический мир, куда никто не знает дороги? Не беспокойтесь, прямо в ту же пещеру сценаристы посадили специального персонажа. В целом этот моб абсолютно бесполезен, но по невероятному совпадению только он знает альтернативный путь в волшебную деревню. С первых сцен и до самой кульминации, включая катарсис главного героя, сюжет двигается за счёт бесчисленных роялей, торчащих из каждого куста. Если проанализировать арку персонажа, то мы вообще не увидим изменений. Шан-Чи был сдержанным парнем в начале, который любил с подруженькой беззаботно прибухнуть и поорать в караоке. В середине он без долгих разговоров решает убить отца, который кроме грубого воспитания ничего ему не сделал и любил свою семью. В конце он всё тот же Шан-Чи, который бухает и поёт в караоке. Но охренеть арка героя, более безликого и ведомого за ручку персонажа и представить сложно. Не бывать это, мальчик. Про банальные допущения и глупости я даже говорить не буду. История без того хромает на обе ноги. Да и в Калахом в каждом интервью распинался про то, как он гордится возможностью рассказать историю азиатской идентичности. Как он там боролся с расовыми стереотипами и бла-бла-бла-бла. А что на деле? Да никуда эти стереотипы не делись. Грёбанный бамбук подпирает эту азиатскую идентичность в каждой третьей сцене. Что вообще американец, родившийся в Калифорнии и всю жизнь проживший в Штатах может знать про истинную китайскую идентичность и культуру, а? Лучше бы поменьше болтал и побольше времени уделял своим непосредственным обязанностям сценариста, работая над историей, персонажами, их логикой и последовательностью действий, а не выдавал вот это «Отец, я убью тебя!» Блин, позорище. При этом к актёрскому составу и образом в целом нет вопросов. Симу Лю в роли Шан-Чи смотрится вполне органично. Его экранная подружка Аквафина тоже очень живенькая и приятная. Она же отдувалась за юмор в ленте, который, к слову, не всегда был уместен. В целом к актёрам нет вопросов. Мы силы вдвоём! А теперь давайте о главном. Откуда взялись кольца и в чём идея, о чём на самом деле этот глубокомысленный псевдо-азиатский фильм. Авторы поднимают тему кровной мести, мол, это плохо, и насилие порождает насилие, что за власть приходится расплачиваться. Но по факту они своё зерно риса сажают, но не подводят к нему воду и не выращивают. Весь смысл я вам передал в одну строчку. Авторы также попытались столкнуть китайскую мудрость, мол, «Если нет цель, то стрела не попадёшь». И реализовали они её точно так же, как и свою первую посадку риса. О самих же кольцах и их происхождении нам бесстыдно дают подсказку лишь в сцене после титров. В общем, Шан-Чи и в 35-м фильме Марвел вы узнаете, откуда на самом деле кольца, в целом сносный фильм. На животном уровне он местами работает, вызывает эмоции. Но если чуть пытаться думать и выстраивать логику, то сыпется нахрен. Это уровень «Чёрной пантеры», откровенный проходняк. Смотреть стоит только, если вам делать нечего. Моя рецензия, на удивление, по-моему, уже в третий раз нейтральная. Да, могу быть добрым. Вот так. Ну что, ждём дюну? Ждём, блин, просто. Жду дюну. Спасибо за внимание. До скорого. Пока.